Низу делаем более широкое, сверху более узкое. По сантиметрам. Это у нас низ 2 приблизительно, вверх 1. Также мы делаем и со второй ногой. Вот такая вот у нас получается ножка. Я вот еще покручу со всех сторон. Ну, я думаю, что вы поняли. Для тела мы берем 50 грамм. 50 грамм мастики. Хорошо размешали. Выкатываем хороший шарик. Стараемся, чтобы как можно меньше было всяких трещин, заломов. То есть стараемся все это аккуратненько в такой шарик скатать. После этого начинаем с вами катать как бы каплю. Вот такая вот капелька получается у меня. Я скажу, она 6 сантиметров у меня. И теперь из этой капли мы должны вытянуть ему как бы туловище, шею. Вот прям ручками, видите, беру и потихонечку начинаю вытягивать эту капельку вверх. Вот так, аккуратненько. Она должна быть у нас кругленькая. То есть между пальчиков мы ее вот так вот катаем и вытягиваем потихонечку. Сильно самое главное не давить. Стараемся все аккуратненько вытягивать. Приглаживаем постоянно, чтобы как можно лучше было ваше телце. Так вот вытягиваем. Сейчас вот я вытяну и скажу вам сколько приблизительно нужно нам по сантиметру на высоту. У него такой хвостик задранный слегка. Как уточка такая, знаете, даже смотрю на него. Такой как уточка. Вот такой вот башмачок у нас получился. По высоте это 5 и 2 сантиметра. По ширине у меня 2 сантиметра. Здесь верхушка вот эта 1,5 сантиметра. Если от одного края до хвостика 5 сантиметров, ширина этой штучки у меня 3 сантиметра. Вот. Сделали мы телце. Смотрим, чтобы у нас здесь было слегка плоский край для того, чтобы нам ножки можно было ему поставить. Если все хорошо, все получилось, значит мы теперь с вами берем желтую. Ну не желтую, а как бы оранжевую двух цветов. Проще всего сделать следующее. Мы возьмем светлый кусочек мастики. Это будет у нас 6 грамм. Ух, будет 6 грамм. Вот 6 грамм мастики взяли. Раскатываем колбаску. Колбаска должна быть такой длины, чтобы она нам вот прикрыла здесь все. В моем случае приблизительно. Это будет 5, ну 6 сантиметров почти она. Не хватает чуть ли. На столе начинаю ее растягивать. Вот эту вот. Свою колбаску сразу краешки все тут сгладила. Это у меня светлая мастика. На нее накладываю 2 жгутика более темные. Нам нужно разделить просто. Можно даже, знаете, сделать просто. Взять кусочки, я за мной раскатаю. Раскатываем. Тоненько, тоненько, тоненько. Нам нужно просто, чтобы 2 таких широких полосочки сделать здесь и все. То есть тонко, тонко, тонко раскатайте там без. Не буду даже взвешивать, потому что как можно тоньше. Вот так. Делаем 2 этих полосочки. Лишнее все тут отрезаем. Между собой. Так вот все, ручкой прижали. Получилось у нас вот такое вот пузико. У него широкие, светлые линии очень широкие, а темные не очень. Я его сейчас на зубочистку поставлю. Берем наши ножки. Я сразу буду макать зубочистки в клей и скручивающими движениями вставляем пенопласт либо пеноплекс. Сильно ноги далеко друг от друга не отставляйте. Сильно большие вот эти мне тоже не нужны. Верхушку, чтобы наша фигурка хорошо держалась, обязательно смазываем клеем. И ножки, конечно, тоже тут все смазываем. И сверху вот здесь делаем чуть более такой тонкий край, чтобы нам удобнее было потом голодом надеть. Вот такой вот дракоша. Смотрю, вроде правильно. Сразу, пока тут еще все не засохло, мы с вами заделываем шовчики. Вот так вот. Так, на каждую руку мы возьмем по 3,5 грамма. Скатали мы колбаску. Делаем здесь небольшой вот такой защип. Как бы только не сильно, так чуть-чуть просто прибили. И делаем вот так вот небольшой разрыв, то есть на... Как бы что у него вот лапка такая. Потому что там как таковой я лапки особо не увидела. Все, приклеиваем. Лапку. Шовчики не заглаживаем. Оставляю так же, как в оригинале. Для головы нам понадобится 50 грамм мастики. Мы взяли 50 грамм мастики. Лицо у него такое интересное. Катаем такую, как яичко, да? Сколько она у меня тут вышла? Моя яичко. 4,5, где-то... 4,5, даже 5 сантиметров. Вот такое яичко мы скатали. Теперь берем мастику более светлого цвета. Это будет у нас 5,5 грамм. Берем мастику 5,5 грамм более светлого цвета. Начинаем на руках. Ее вот так растягивать. Если неудобно делать это на руках, то можно на столе. Как вам удобнее. Самое главное, это чтобы остался у нас... Здесь был плоский край, здесь был более такой пухленький. Нам нужно будет создать нашему дракоши... Жалко не скачать. А, нет, есть у меня такая. Надо будет сделать нижнюю часть его, вот этого тельца. Хотя, знаете, смотрю на рисунке на другом, а там желтые. Вот и думаю теперь, зачем я мучилась. Так, сделаем здесь более острый кончик. У него такой ротик. Более острый здесь такой прям кончик. Видите, что прям было очень видно это. Итого, моя вот эта закорлючка получилась 4 грамма и 3,5 до внутренней вот этой вот части. Смажу слегка, клею. Клей у меня на основе СМС, на 40 грамм... На 45 грамм воды была 1 грамм СМС. Вот так вот. Делала я. Приклеила все это добро. И теперь нам нужно сделать здесь, как бы такую линию, как бы для глаз. Сейчас мы подтягиваем все это вверх. Тянем аккуратно не там, где наш вот этот вот носик, да? А тянем там, где у нас вот эти вот впадинки. И давим. Ну не давим, а приглаживаем, вытягиваем вот этот носик. Нам его надо спидка припадить. Плохо, когда вот в мультике нету разных ракурсов. Очень тяжело. Существует даже когда я его не смотрел. Так, вообще. Так, ну вот, что-то уже такое получается. Итого, вот такая вот у меня вышла голова. Вот носик. Здесь у нас все должно быть так прям отделено. Делаем на носике вот такие у него тут дырочки. Дракоши. Здесь проходим стеком, подчеркиваем нашу линию. Заодно как бы приглаживаем наш шов. Ну, он должен оставаться, но при этом быть аккуратненьким. Он вроде и есть, но в то же время он не отрыв от жизни. Сейчас я вижу. Вы уже сделать можете все по правилам. Вот такой вот у нас получается пока дракоша. Глаза у него очень большие. Мы с вами делаем ему вот такие вот надсечечки. И начинаем разглаживать место, где будут наши глазки. Вот видите, я вам специально поглубже делаю, чтобы было очень хорошо это видно. Глаза должны быть у нас приблизительно одного цвета, одного размера, а одного, ну как бы, чтобы были одинаковые глазки, да. То есть стараемся. Вот. Сделала. Здесь вот прям надо вот прям вот носик этот отделить. Короче. Прямо отделить. Прямо-прямо этот носик. Теперь берем белый цвет, вставляем мы его в глаза и заодно сделаем ему зубки. Смотрите. Вставляем кусочек. Вот так. И заодно делаем такие ему маленькие зубки. Я вот здесь таком сразу сделаю небольшие такие углубления. для того, чтобы наши зубы не как бы сверху торчали, да, а чтобы они были в своих лечеечках. Зубки у меня такие маленькие. Пухленькие. Вот здесь сейчас все. Они не лоскинкие, они такие более. Они не лоскинкие, они такие стоят. Сразу делаем блики, делаем сначала большие блики, потом, ну, как бы делаем сначала два больших блика, потом делаем два маленьких. Блики обязательно должны быть параллельными. Так, вот такой красавчик у нас получился. Я вот думаю, надо сделать ему, знаете, как улыбочку небольшую, ну, как бы, ну, значит, так. Поэтому я сейчас возьму такой вот стек и мы с вами, ну, как бы, знаете, вот такую вот улыбашечку у нас сделаем. Будет сразу у нас более такой. Не знаю, насколько он залупится. Вот, вот такой вот улыбашка. Сейчас я ему надену голову. Так, вот, что я тут смазываюсь. Так, вот я, знаете, что думаю, сейчас вот это дело. И думаю, наверняка вот эта фигня здесь не должна быть. Я думаю, что нам нужно ее, наверное, все-таки вот подрезать. Один я ему голову слегка вот так вот на бочок. Такой сразу няшечка стал. И вот эту вот часть между шеей и головой, которая вот у нас тут, получается, такая пустота, чтобы вот этого ни в коем случае не было, нам нужно заполнить. Аккуратно придерживаем за тело и подтягиваем вверх. Берем один грамма стики, катаем. Такую капельку. У меня это 1,8 сантиметров. С одной стороны делаем такой плоский край. Это для того, чтобы наша улыбка хорошо приклеилась. Смазываем клеем. И приклеиваем уши. Уши у него вот так вот где-то вот здесь в районе глазок находятся. Итак, на каждую вот эту шишку будем брать по 7 грамм. Я не знаю, как он неправильно называется. Я напишу себе шишка. 7 грамм. Скатали шарик. Немножечко его заострили. Тут они у него не сильно острые, они такие плоские больше. И начинаем нижний край вот так вытягивать. Делать его максимально с одной стороны широким. Сколько она у меня получилась? 2, ну 3, 3 сантиметра можно сказать диаметра. Высота тоже 3. Сразу смазываю клеем. И вот эта шишечка должна быть как бы более заходить к нему к лицу. То есть нам нужно ее выдвинуть как бы вперед. Край немножко наклоняем назад. Существует того, что я вижу. И так я пройдусь. Стыком. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok